Да, сестры, еще раз начнем, как я забыла включить запись или открытие микрофона. Сегодня у нас с вами очередной урок по книге «Уникальное пособие, требующие знания». И тема сегодняшнего урока — это сущность полезного знания, его плоды. Темы, которые будут сюда входить, то есть под темы, следующие, возможно, мы не все сегодня успеем, но все-таки что будет здесь рассматриваться, это то, что богобоязненность — это суть знания, знания формы и содержания, богобоязненность и ее влияние на знания, влияние грехов на знания, предостережение от знаний, не приносящего пользы, побуждение к использованию приобретенного знания, невежда в образе ученого, один из путей, которым пользуется шайтан, стремление ученых-предшественников использовать приобретенное ими знание, именем Аллаха заклинаю тебя не выйти из числа недобрых ученых и рабов мирских благ, качество тех, кто не использует свое знание, и искатель знания — пример для подражания. Я надеюсь, урок будет полезен для всех, и если будут какие-то вопросы, можете задавать их в чате, без меня по ходу буду их читать и отвечать, может, на них, если будет актуально в теме. Значит, поистине полезное знание приносит спелые плоды и излучает ослепительно яркий свет, который непременно сопровождает его обладателя. Аль-Хасан сказал, ищущего знания можно узнать по тому, как он слушает, смотрит и боится Аллаха. Плоды знаний — это поступки, благобоязненность и благовение перед Аллахом. Эти три качества тесно взаимосвязаны и неотделимы друг от друга. То есть, как мы понимаем, что полезное знание — это то, которое приносит пользу, как полезный плод. Потому что, например, у дерева могут быть разные плоды. Эти плоды могут быть полезны для нас, могут быть неполезны, а могут быть ядовиты даже. Не то, чтобы нейтральные какие-то, а прямо вот ядовиты. И, конечно, хотелось бы, что те знания, которые мы приобретаем, чтобы они были как вот эти полезные плоды. Чтобы от них было благо и душе, и телу, и для Дуни, и для Ахыры, чтобы они приносили плоды. Первое — это благобоязненность, суть знаний. То есть, вот с чего начинать? С богобоязненности. Потому что изначально, если человек понимает, что является благобоязненным человеком или стремится таким быть максимально, улучшается, чтобы быть из числа богобоязненных, то эти знания, которые он будет искать, то есть требовать, он будет также хотеть, чтобы они были соответственны ему. То есть, чтобы они соответствовали его потребностям. А, как понимаем мы, хороший человек, логично, его потребности должны быть хорошие. То есть, он, соответственно, вот этим своему уровню богобоязненности эти знания будут также фильтровать и понимать, что это полезно, это нет. «Поистине боятся Аллаха из числа рабов, его только знающие». То есть, знающий человек, это вот в этом аяте равно богобоязненный. То есть, человек, который не просто знающий, то есть, у него, например, какой-то там диплом определенный или даже просто знает какие-то. Эти знания имеются в виду, конечно, полезные знания, то есть, те, которые приносят плоды хорошие. Ибн Масауд сказал, знания — это не большое количество переданных высказываний, а только лишь богобоязненность. Да, потому что даже вот многие такие есть изречения, когда говорилось о том, что сахабы, да, или потом предшественники или последователи, да, они искали, ну, или не переходили к какому-то другому знанию, пока не закрепили то, что получили, да. То есть, например, прочитали там 10 аятов, их осознали, обдумали, как бы пережили их, выучили, да, то есть, всячески как бы, ну, как бы изучили и использовали в своей жизни. И только тогда переходили к другим, да. К сожалению, некоторые даже вот в изучении Корана, да, то есть хотят вот побольше, я там выучу вот там целый джуз, да, но когда приходим, то непонимания нету, что они там выучили, ни произношения правильного, ни смирения. То есть это никак не повлияло на их адапт, на их жизнь, в общем, никак не повлияло. То есть это, получается, казалось бы, внешне полезное знание не принесло пользы, потому что, ну, не было правильно, как бы, правильное намерение, да, правильное вот использование, да, то есть оно пошло как уже, ну, бесполезное, по сути. Ну, какая-то польза, конечно, будет. То есть я думаю, что даже если сестра учила, да, и, ну, таким не совсем правильным способом и есть в ней благо, то когда она узнает, что можно получше, да, возможно, у неё не было там учителя, который так подсказал бы, как правильно или ещё что-то, когда она узнает, она это примет как, о, что-то лучшее, а не будет противиться, да, говорит, ну, я же там потратила там два-три года или год учила это вот, оказывается, это было неправильно, бесполезно, да, то есть иногда вот такие бывают. А что я неправильно, получается, читала там? Ну, да, получается неправильно. Но, конечно, это сложно иногда принять, потому что для того, чтобы был результат, нужны усилия и, ну, и правильное намерение. Аль-Хасан Аль-Басри говорил, или сказал, «Учёный тот, кто боится всемилостивого, когда даже его не видят другие, стремится к тому, что любит Аллах, и отказывается от того, что вызывает его гнев». Затем он прочитал следующий аят. «Поистине боятся Аллаха из числа рабов его только знающие», да, то есть тот аят, который в Выше говорили. Да, то есть учёный, да, то есть знающий человек, тот, про которого говорится в этом аяте, это не просто знает, который какой-то неопределённый, ну, или какое-то обычное там знание, а если эти знания повлияли на него, что он стремится к тому, что любит Аллах, сфанаталя. Это может быть даже знание какое-то мирское иногда, да, то есть первое, первостепенное, это, конечно, знание религии. Но иногда вот человек знает, но он, например, там в медицине улучшается. Но когда эти знания, то есть он знает свою религию, да, в меру необходимого, и углубляется даже, вот, допустим, в медицине или какие-то полезные науки, которые для ума тоже полезны, и полезны для лечения людей, да, то есть это тоже. И, например, изучая, там, структуру какую-то человеческие, там, тело какие-то, это увеличивает иман, да, то есть смотрит вот с точки зрения, что маша Аллах, что это, ну, как бы, творение Аллах, сфанаталя и так далее. То есть даже, казалось бы, не религиозное, как бы, напрямую знание может быть вот таким полезным знанием, да, который увеличивает, как бы, багаж знаний и приводит человека, что он стремится к тому, чтобы он еще больше, как бы, его любовь к Аллаху увеличивается, и он понимает, да, что вот кто такой творец, и пытается всячески уберечь себя от того, от огня, да, то есть всячески удалиться от такой возможности туда попасть. Саид Ибн Джубер сказал, богобоязненность — это то, что отдаляет тебя от неповиновения Аллаху. Яхея Ибн Абу Кесир сказал, ученый тот, кто боится Аллаха, а боязнь Аллаха есть благочестие. Да, то есть мы видим, что вот это только здесь, чтобы было понятно, да, потому что некоторые вот этот, ну, как бы, боязнь не понимает, как вот страх такой, да, паническая какая-то атака. Да, вот страх, и вот нет, это не такая, да, это не страх, который вот, не знаю, там, человек боится, не знаю, нападение какого-то, да. Это страх перед Творцом, перед тем, кто его создал, да, понимая все сафаты, эсмэ, имена Аллаха Панатааля, прекрасные имена, его качества, понимая вот, кто такой Аллаха Панатааля, его любовь, да, к нему делает его вот богобоязненным, да, то есть это как, ну, если на человеческом уровне мы вот сравним, а как бы сравнение, ну, как бы, много раз это будет по отношению к Аллаха Панатаалю, больше, да, если, допустим, вы кого-то даже вот человека, уважаемого кого-то, да, кого вы любите, не просто так, а вот любите, да, и вам не хочется его обидеть, вам хочется ему сделать приятно, хорошо, то есть вы как бы боитесь его обидеть, не потому что вы трепещете, у вас потом ладошки покрываются, и там от страха такого, ну, как бы, панического, да, из-за любви и из-за того, в данном случае, да, желая получить вот эту награду, приблизиться к Аллаху Панатаалю, побыть в райских садах, да, то, что приближает нас к этому, хочется делать больше и больше. И, соответственно, через знание это, ну, как бы, более быстрый путь, потому что, когда познаешь, ты понимаешь, да, и если это знание полезное, они вот как зерна вот такого, такой богобоязненности в сердце человека закидывают. Говорят, ученые бывают трех типов, знающие Аллаха и его заповеди, знающие Аллаха, но не знающие его заповеди, и знающие заповеди Аллаха, но не знающие самого Аллаха, да. Знающий Аллаха и его заповеди — это тот, кто боится Всевышнего Аллаха и знает установленные им пределы и обязанности, да, то есть знает, вот, знающий Аллаха — это имеется в виду, не просто знает, а вот Аллах Панатаалю, всё, а как бы знает его прекрасные имена, качества, и при этом не просто как знание, а которые, ну, как бы, повлияли на него. Потому что такой очень важный момент, и часто люди его забывают, говорят, ну, вот я же там знаю, я, например, ну, там глубоко в душе вот там верую, да, что вот Аллах есть и там ещё что-то. Ну, извините, конечно, шайтан тоже знает о существовании Аллаха Панатааля. Шайтан, он знал качество и знает качество Аллаха Панатааля, его величия, но тем не менее он, как бы, возгордился, он не последовал приказам Аллаха Панатааля, и за это, несмотря на его знания, как бы, в общем, он не пропустил их через, как бы, себя в плане изменений, да, то есть это не повлияло на его, ну, сущность. Поэтому просто знать и не, близко к сердцу, как бы, не принимать это, от этого тоже пользы нет. Знающий Аллаха, но не знающий его заповеди, да, то есть тот, кто боится Аллаха, но не знает установлены им пределы и обязанности, да, то есть, может быть, человек, он знает, он не понимает, кто его творец, но еще не знает все вот пределы, как бы, все законы, какие он мог или должен соблюдать, да, вот, например, ну, там, время еще ему не позволило это все узнать. Знающий заповеди Аллаха, но не знающий самого Аллаха, тот, кто знает установлены им пределы и обязанности, но не боится его, да, то есть, если человек знает законы, как, вот, например, халяль, харам, но он нарушает их, то есть он как-то пренебрегает, он, это говорит о том, что у него нет вот этой богобоязненности, ну, у него есть знания, нет богобоязненности, да, то есть вот как не вошло это в него, соответственно, пользы вот такой нету. Так, указывая на то, что полезное знание ведет к богобоязненности, имам Ибн Раджеб Аль-Ханбали, да смилостивится над ним Аллах, сказал, причиной этого является, что полезное знание указывает на две вещи, да, то есть, что причина того, что знание ведет к богобоязненности, указывает на две вещи. Первое — это знание Аллаха, а также его прекраснейших имен, высоких атрибутов и превосходных дел, что вызывает благоговение, боязнь, пощительный страх перед ним, любовь к нему, надежда упования на него, проявление смирения по отношению к тому, что он предопределил, и терпение в неспосылаемых им бедах. Да, то есть, если, про то, что уже говорили, да, если знаешь вот эти атрибуты, знаешь прекрасные имена, то есть, это как бы тебя уже, ну, наполняет вот этой любовью и богобоязненности, да, если ты действительно это вот пережил пережил и действительно понял значение этих имен, атрибутов и так далее, действия. Второе, знание о том, какие убеждения и какие явные тайные дела и слова Аллаху угодны, а какие ему ненавистны, ибо знание об этом обязательно побудет знающего поскорее устремлиться к тому, что угодно Аллаху и что он любит и удалиться от того, что ему ненавистны и что вызывает его гнев. Да, то есть, если человек вот знает просто, кто такой вот творец именно атрибуты, и он, соответственно, да, как вот на человеческом уровне, я сказала, тогда вот хочется что-то сделать такое хорошее, да, чтобы было, вот если человеку, у которого у нас такая любовь к нему, да, хочется приятное ему сделать и, соответственно, и хочется не сделать то, что ему не нравится, а что уже говорить, если салам субханатали, да, то есть, когда вот эта трепетная любовь к богобоязненной скалах субханатали, ну, как бы есть в душе, то это выражается и в действии, то есть, человек тогда старается сделать и узнать все то, что, как бы, приблизит его к любви и отдалит от того, что ему не нравится, что он не любит. И часто бывают вот такие вопросы, такой самый, ну, как бы, частый, наверное, говорит, вот я, там, не могу начать молиться, например, или, там, не могу что-то там вот такое делать, да, религиозное, вот какие-то фарты, как правило, вот как мне это начать. Вот начните с познания Аллаха субханатали, потому что, если бы было действительно вот это познание Аллаха субханатали как бы пережито, понято и осознанно, насколько оно бы вызвало вот это благовение и боязнь, вот этот почтительный страх, и из-за него уже бы даже не стоял вопрос, а как мне начать, что мне сделать, какие-то там вот как мотивации какая-то, да, то есть вот как будто что-то вот, не знаю, там, обыденное какое-то. То есть уже не было даже такого вопроса. То есть здесь нужно начать с знания, с понимания, вот с с атрибутом Аллаха субханатали, да, то есть как, например, человек, перед тем, как он принимает ислам, он же, скорее всего, как правило, не из-за того, что вот люди молятся, принимают ислам, а он понимает, да, вот, тавхид, понимает качество Аллаха субханатали, то есть вот это вот его трогает, да, проходит вот через него, и после этого, да, он понимает, что вот это истина, и потом только он после этого должен молиться, там, поститься и так далее, а не сначала молиться, поститься, а потом, вот, то есть вот эти знания, они приводят, да, к проявлению также и выполнению действий. Если знание приносит своему обладателю плоды, то это полезное знание, а коль скоро знание будет полезным и глубоко запечатлится в сердце, то оно возбоится, Аллаха и передастся ему из почтительного страха перед ним благоговение, боязни, любви, почитания. Когда же сердце возбоится Аллаха, предастся и покориться ему, то и душа удовлетворится и насытится даже малой толикой дозволенных ей мирских благ, что непременно станет причиной ее удовлетворенности и отрешенности в этом мире. Всевышний Аллах сказал, скажи, уверуете ли вы в Коран или не уверуете, все равно те, кому знание было даровано до этого, падает низ, падает низ, касаясь земли под бородками, когда им читают и они говорят, слава нашему Господу, и они падают низ, касаясь земли под бородками и плача, что увеличивает их смирение. То есть это вот тот, кому даровано знание, которое не заставляет его плакать, недостоин знания, которое приносит ему пользу. ведь великий всемогущий Аллах описал знающих людей, те, кому было даровано знание в писаниях, неспосланных до него, то есть до Корана, сказав про них, рыдают они и увеличивает в них Коран смирение перед Аллахом. То есть вот это опять же знание, они увеличивают смирение, покорность, такую правильную покорность к Аллаху с Панаталию из-за любви, из-за желания быть как бы любимым Аллаху с Панаталию, из-за желания приблизиться, сделать то, что приближает к довольству Аллаху с Панаталию. Не тот обладает знанием, кто выучил множество вопросов, касающихся знания, а тот, кто проливает слезы и страха перед Аллахом. То есть кто просто знает, что вот надо знание, всякие там вопросы касательно знания, вот просто допустим даже вот эта книга, кто просто надо вот так, надо так, смиренность, богобоязненность, искренность там то есть знает все вот эти вопросы, но при этом никак это на его не повлияло. Если это никак не повлияло или не повлияет, то значит нужно уже посмотреть, да, что и уже работать над тем, чтобы эти знания были действительно полезными, а не просто знания как теория, да. Неужели тот, кто всю ночь посвящает поклонению, склоняясь до земли и стоя, страшится мира вечного и надеется на милость своего Господа, подобен тому, кто не делает этого? Скажи, разве равны друг другу те, которые знают и те, которые не знают, поистине внемлют наставлением только обладающие разумом? Ибн Раджим, да смилостивится над ним Аллах, говоря о смирении, сказал, это смирение есть полезное знание, и это первое, что даёт нам знание. Полезное знание — это то знание, которое проникает в сердце и приносит ему умиротворённость, страх и покорность перед Аллахом, скротость и смирение, да, то есть если есть вот это смирение, какой-то страх, то значит оно полезное, в принципе, это уже говорили. Если же знание не управляет сердцем, то оно остаётся лишь на языке человека и становится доводом Аллаха против него и против других людей, да, то есть если человек он знает, но это никак на него не влияет, то это уже как бы долиль против него, потому что к нему пришло это знание, он, допустим, не уверовал, не последовал, и так далее. То есть это уже долиль против него, а не за него. Так Ибн Масауда будет доволен, и Малак сказал, если люди, которые читают Коран, есть люди, которые читают Коран, но он не опускается ниже их горла, однако, если он проникнет в сердце и укрепится в нём, то принесёт пользу человеку, читающему его. Да, то есть есть много людей, которые, возможно, тоже читают просто Коран, но говорят, ну я читаю, но вот вообще как-то не трогает меня и ничего там не понимаю и никакого нету. Значит, неправильно читаете, да, значит, не то, что нужно размышлять, изучать, не просто прочитал, вот как какой-то там стих, который там, не знаю, выучил сто лет назад и уже на автомате его просто читаешь и даже не задумываешься, что там написано. А читаешь, размышляя, думая, как бы, о тех аятах, которые там есть, о словах, которые есть, да, о тавсире, о тавсире и о других каких-то значениях, которые, возможно, связаны с жизни человека, его описания и скручку. Продолжим, иншаллах, Аль-Хасан сказал, знание бывает двух видов, знание на языке и знание в сердце. Знание в сердце есть полезное знание. Знание на языке станет доводом Аллаха против человека, да, то есть то знание, которое просто человек вот как бы просто как болтает, но часто вот бывает, ну, иншаллах, чтобы, говоря, это я не была из их числа, но вот часто я встречаю, когда сёстры, сейчас вот очень популярно говорить про адаб и вот что там, адаб требующего знания, ещё что-то в этом, в том числе вот эта книга, да, которую мы с вами изучаем. И бывает так, что некоторые вот даже устазы прям так очень, прям, прям очень настойчиво так говорят о том, как должны требовать знания студенты и вот прям такие очень настойчиво. При этом сами же они не очень так и проявляют этого. адаб или наоборот студенты, которые говорят, что вот устазы там чрезмерно в каких-то вопросах, хотя, возможно, она просто строга, а не это не проявление плохого адаба, а просто вот как бы требования определенные, да, и считают, что вот, допустим, это уже как-то хотят поблажки, да, какие-то. И при этом всегда ищут у кого-то, да, какие-то там недостатки, при этом забывают, что нужно начать с себя. Если это знание или вот просто как простая болтовня, да, что вот нужно так делать, как, например, когда какой-то родитель, часто встречаем такие примеры, когда учит детей, что делай так, делай так, или так не делай, а сам при этом это делает, да, например, там говорят, что вот там плохо, например, не знаю, там, курить, да, то есть вот сейчас такая вот прям проблема, что много есть, и даже среди мусульман, кто курит, и да, понимают, что да, это плохо, да, вот плохо, и детям своим как бы нет, нельзя, и прям ругают, и может там, не знаю, их как-то наказывать очень сильно за это, при этом сами сидят сигареты, ну так, это знание тогда просто на языке, то есть оно как бы вообще не полезное, в чем польза знаний, которые ты его сам, ну как бы не используешь, да, то есть это просто так болтовня какая-то, поэтому знание должно быть в сердце, да, оно должно быть, проявляться тоже в действии, а не просто, ну как бы в начале, конечно, оно сразу не будет, прям ту же секунду узнал, и уже там, ну, то есть сразу ты задумываешься, и изменяешь это, вот, если есть здесь вопросы какие-то в этом пункте, вы можете писать, да, и делиться своими вопросами, вот тут в чате и в зуме тоже, пока идем дальше, если вопросов нет, знание, форма и содержание, искатель знания, не утруждай себя поисками внешней формы знания, прибегая его сутью, пренебрегая его сутью, ведь форма без содержания бесполезна, и ты уже узнал, что сущность знания — это богобоязненность, а его форма — заучивание тех или иных его вопросов, Ибн Аль-Джаузи сказал, «Я видел, что многие ученые занимаются изучением внешней формы знаний, не вникая в его суть, и заложенный в нем смысл. Чтец Коранин занят освоением различных версий разновидностей чтения, всецело отдавшись изучению редких и исключительных моментов. Он считает, что смысл заключается в самом чтении и не замечает величия, говорящего не видит ни предупреждения, ни обещания, содержащихся в Коране. Быть может, он решит, что заучивание Корана защитит его, и ты увидишь, как легко он относится к своим грехам. Но если бы он поразмыслил, то понял бы, что доводы Аллаха против него будут сильнее, чем против человека, не читавшего Коран. То есть опять же, что все внешнее берется, не задумываясь внутри, то есть не о содержании, о том, что мы читаем, потому что, по сути, суть чтения — это прочитать мало, правильно и с пониманием, с осознанием, а не много и просто как бы ничего не понимая, как там в китайской грамотах, ничего не понял, прочитал и всё. Лучше выучить, там, не знаю, не знаю, в месяц одну строчку или изучить один аяр, прям его досконало поняв, правильно прочитав и поразмыслив над ним, чем выучить, как бы, не знаю, какой-то даже весь Коран пускай, но ничего не понимая и неправильно его читая и не размышляя. То есть в этом нету просто пользы. Польза именно в размышлении, в понимании. Да, потому что, как здесь даётся пример, то здесь, может быть, человек знает много караатов, знает много, прям, чтения Корана, но он не понимает вообще, что он читает, не понимает, не размышляет. То есть это не влияет на его жизнь. Например, он никак не меняется, то есть не задумывается, не задумывается, не изменяется, как бы, его жизнь. И если он читает что-то, да, что призывает его к какому-то благому действию, он это действие, как бы, пренебрегает его. Если это греховное, он его делает, и это его, как бы, никак не смущает, и он с лёгкостью к этим грехам относится, то, значит, это не прошло. Да, это просто было такое зазубривание, не вошедшее, ну, как бы, в сердце человека, не изменившее его. Знаток хадисов изучает методы заучивания ясна, децептопередатчиков хадиса, но не вникает в смысл передаваемых слов. Он считает, что сохранил для людей хадисы и надеется тем самым на спасение. Но, быть может, он легко относится к своим грехам, думая, что его заслуги перед религией защитят его. Да, то есть часто говорят, ну, я же там то-то, то-то сделал, это как бы я уже там внес свой вклад в уму, да, то есть уже как будто у них есть там зеленый цвет в рай, и все, уже все есть. как будто они уже все знают, куда они попадут. И, возможно, это будет против человека, да, что ты столько времени потратил, ты столько времени и усилий сделал, но ты даже не подумал, чтобы задуматься о содержании, о том, что следовать этим полезным хадисам или Курану, или каким-то полезным знаниям. Фақыз, знаток мусульманского права, благодаря знанию различных религиозных вопросов по тому или иному мазгабу, снискал уважение и заслужил прощения грехов, вынося решения по религиозно-юридическим вопросам, интересующим людей. И, быть может, он начинает совершать грехи, думая, что его заслуги защитят его. Быть может, он не выучил Коран и не знает хадисов, которые мягко, а иногда и сурово предостерегают о совершении непристойных поступков. Если же при этом он еще и стремится к власти и любит побеждать в спорах, это лишь добавит его в сердце еще больше чертвости. То есть, опять же, если человек сам, вроде как знает, как по справедливости рассудить проблему, но сам делает в своей жизни по-другому, как-то думая, что он же сделал хорошо или много наставлений другим людям, судил по справедливости, говорил какие-то вопросы правильно, то есть по знанию. А сам пренебрегает, потому что думает, что у него уже большие заслуги, которые его уже, опять же, дают ему зеленый свет в рай. И вот он уже такой сильно знающий. То есть это недопустимо. Таково большинство людей. Занимается постижением форм знаний, для них ремесло, которое придает им гордыни и глупости. Такие люди не смогли понять смысла знаний. Ведь знание — это не словесная форма, а лишь постижение его сути, что приводит к богобоязненности и страху перед Аллахом. Человек благодаря знанию видит оказыванную Аллахом милость. То есть, к сожалению, вот такое гонение за формой, а не за содержанием. Гордость своим знаниям тоже как-то у меня был такой пост, то есть тоже недопустимо. Потому что, в принципе, знания, у них нет такого предела. То есть на каждого знающего найдется другой, более знающий человек. И в его же отрасли, и в других, возможно. То есть на каждого знающего будет еще более знающий. Поэтому как бы высоко вы не продвинулись знания, все равно будет тот, кто выше вас, кто более знающий, кто более стоящий, и кто заслуживающий, да, вот и знающий эти знания. Третье — богобоязненность и его влияние на знания. То есть как влияет эта богобоязненность. То есть мы поняли, что получая знания, появляется богобоязненность. А как же они теперь, в свою очередь, влияют на эти знания? Искатель знаний. Искатель знаний. Остерегайся, чтобы твой владыка не увидел тебя совершающим то, что он тебе запретил, и не выполняющим то, что он тебе велел. Всевышний Аллах сказал, о те, кто уверовал. Если вы будете бояться Аллаха, он наделит вас способностью развлечения. То есть мы говорили, что знания дают богобоязненность, а если вы будете бояться Аллаха, то это дает вам способность развлечения. То есть уже это как бы плоды от богобоязненности. О те, которые уверовали. Бойтесь Аллаха и уверуйте в его посланника. «И он одарит вас своей милостью вдвойне и дарует вам свет, благодаря которому вы будете идти и простит вас, ведь Аллах прощающий, милосердный». То есть одарит вас своей милостью вдвойне. Если будете бояться Аллаха, он одарит вас своей милостью вдвойне, дарует вам свет. Вот такие вот опять же фавуайт пользы. Ибн Джана, объясняя вопрос благочестия и богобоязненности, сказал в Танскерата сами всегда оставаться благочестивым, выбирать для себя только дозволенное в еде, питье, одежде, жилье и во всём, в чём нуждается он и его семья, чтобы просветлить своё сердце, сделать его способным воспринимать свет знаний и воспользоваться им. То есть это вот эти действия, когда человек выбирает всегда, если есть выбор между халяль и харам, он всегда выберет халяль, даже если это может быть внешне хуже или ещё что-то, и в жилье, и в одежде, и в питье, и во всех нуждах его и его окружении. Он не должен удовлетвориться внешней дозволенностью того или иного поступка, а по мере возможности руководствоваться благочестием, поскольку его не вынуждает необходимость, как не должен считать всё то, что разрешается шариатам, дозволенным для себя, а должен стремиться к более высоким ступеням благочестия. То есть, опять же, выбирать то, что более приближает его к Аллаху Супанаватааль. Ему необходимо следовать примеру предшественников из числа праведных, знающих людей, которые из благочестия отказывали себя во многом из того, что позволяли другим. И наиболее достойным примером для подражания в этом является наш посланник Аллаху Санулаху Алихасалям, который не съел финик, найденный им на дороге, опасаясь, что это может быть милостыней, хоть это и представлялось маловероятным. Ведь обладателям знание всегда подражает и у них берут пример. Если они не будут руководствоваться благочестием, тогда кто же? Он должен совершать дозволенное, когда это приемлемо и необходимо, имея на то основание, исследуя примеру благочестивых предшественников. Поистине Всевышний Аллах любит, когда совершается дозволенное им, исполняется его веление. То есть здесь еще такой важный факт, как здесь написано, что знающие люди, они как бы пример для подражания. И если человек, знающий, например, на него могут равняться, ему могут подражать, как в хорошем, потому что даже в знании, если эти знания в Коране, они дозволены, вот зависть, вот в таком вот благом, если человек что-то совершает, то он должен понимать, что он, знающий человек, что он может быть примером подражания, и что люди будут брать с него пример. Соответственно, выбирать более, такой выбор делать, который более будет проявлять его благочестие, то есть показывать благочестие. Потому что кто же это будет делать, если же не человек, который знает, что это за книга, уникальное пособие требующих знаний. Так, сёстру. Четвёртое. Влияние грехов на знание. О, знание обладатель! Потише не спеши, не запятнай его, творя бесчинство, и зная, что потеряв его однажды, вернуть уже не сможешь никогда. Саид ибин Исмаэль Азахид сказал, тот, кто возьмёт себя в руководители, в словах и поступках, возьмёт себе в руководители, в словах и поступках пророка, слова Хурия Салям, будет истощать мудрость, а тот, кто возьмёт себе в руководителей свою страсть, будет измышлять нововведение, беда. Ведь Аллах говорит, а если вы будете повиноваться Ему, то выйдите на верный путь. Передают, что имам Малих сказал, аш-шафаи, да смилостивиться над ним Аллах, поистине Аллах вложил в твое сердце луч света, так не погаси же его греховными делами. Да, то есть вот грехи, они как бы гасят вот этот свет знаний. И тот, кто обладает этими знаниями, да, может потерять их. Почему говорят вот, да, насчёт памяти, что если память плохая, да, то есть за счёт улучшения или избавления от каких-то грехов нужно, да, посмотреть на себя, что, ага, возможно, у вас есть какие-то грехи, которые не дают вам это запомнить, да. То есть, ну, как бы посмотреть на это вот со стороны. Передают, что имам Малих, ага, да с милостью лица Аллах над Шафи, который сказал, куакию обратил я жалобы свои, что трудно мне запомнить, помоги. Да, это вот как раз про память. Он к благочестию меня призвал, сказал, что виноваты в том грехи мои. Затем добавил, посмотри, ведь знание свет, так не греши. И не забудь, что свет Всевышний не даёт тому, кто непокорным станет вдруг ему. И история про Шафи, сейчас, чтобы я вот, ну, более точное сказала, ну, такая, что у него была вот такая феноменальная память, да, что он читал прям вот, если одну страницу закрывал вторую, чтобы глаз не перебежал, потому что запоминал. И потом вот, возможно, что-то какие-то погрешности, потому что давно я эту историю читала, сейчас, ну, примерно, да, и были, что он, что-то он там начал хуже запоминать. То есть хуже — это, наверное, даже до нашего уровня не доходит памяти. Ну, то есть вот из-за этой феноменальной там что-то ухудшилось. И вот он пожаловался, да, ему сказали, что брати на свои грехи, что, возможно, ты что-то делаешь не так, да. И вот он начал уже думать, что же он там не так делал. Вот, поэтому, что уже говорить нам в наше время, да, то есть когда грехи вокруг окружают, куда ни посмотри, право — харам, лево — харам. И, в общем, нужно держать себя. И вот только за счёт знаний, да, можно уберечься по воле Аллаха, потому что, когда человек, ну, как бы вневрежно вот всё принимает, он может погрязь в эти знания, в этом грехе, да, даже не подозревая в этом. Когда он как бы знает, то есть он как бы предостережён уже от каких-то вопросов греховных. Предостережение от знаний, не приносящего пользы. В хадисе говорится, и поистине знаний, не приносящие пользы, что богатство, из которого ничего не расходуется. Да, то есть, ну, богатство, представляете, вот такое, тона золота, которое просто лежит. Ну и всё, это как, ну, как мусор бы лежал или камни бы лежали. Ну, какая из них польза? Это чтобы вот лежало любое что-то, что ни назови, вот куча, да, если она лежит, не используя, ну, как бы без пользы, соответственно, неважно, что это, она одинакова. она одинакова. поэтому здесь важно именно понимать, что это знание, важно понимать, что это знание должно быть полезным, а не просто знание ради знаний. Абдулла бен Мазауда будет доволен, и Малак сказал, «Поистине все люди красиво говорят, и тот, чьи слова не расходятся с делом, получит свой удел, а тот, чьи слова расходятся с делами, пусть порицает только самого себя». Да, и пускай Аллах сделает всех нас из числа тех, кто говорит правильные, полезные вещи, полезные знания дают, и их слова не расходятся с делом, да, и чтобы все мы получили свой благой удел, а не какой-то плохой. Аль-Хасад сказал, «Сын Адама, кто же поможет тебе мудрость, как же поможет тебе мудрость мудрецов, которые ты собрал, когда в делах своих ты следуешь пути глупцов?» Да, то есть пускай даже человек там самый мудрый, а делает, поступает, как самый глупый, тогда смысл его мудрости непонятен, да, то есть как вот просто какой-то багаж, как сумка с провизией, в которую человек идёт, умирает с голода, от жажды, а просто ему нужно было эту сумку открыть и использовать, да, правильно, а он просто идёт и жалуется на то, что он так плохо и умирает. Так, не умирай, бери, используй знания и твой багаж правильно, да, по назначению, и тогда будет это польза и тебе и окружающим. Также он сказал, приобретайте знания, не нанося ущерба поклонению, да, то есть поклонение тоже фарды. Малеки Бендинер сказал, я понял, что мудростью, я понял, что мудростью малым не принесёт тебе благопознания того, чего ты не знал, если не принимаешь ты того, что тебе уже известно, да, то есть если человек уже не использует то, что у тебя есть, так смысл брать дальше, да, часто сёстры, ну, имеют уже какой-то багаж знаний, но как-то и пренебрегают, ну, я там где-то дальше пойму или что-то, у вас есть сейчас, например, какие-то знания, какие-то возможности учиться, да, ну, так пренебрегаются, ну, потом что-то я там пойму или потом я там это возьму, используйте то, что у вас есть, его, а потом берите дальше, поистине поступающий так подобен человеку, который нарубил дров, связал их вязанку, пытается поднять и не мог сделать этого, но тем не менее положил сверху ещё одну, да, то есть уже не может нести, но ещё сверху ставить, то есть смысл, да, то есть тогда меньше сделай, неси его, чтобы ты мог их нести. Когда ты уже там накачаешь себя до нужного уровня и сможешь взять ещё одну, бери ещё одну. Некоторые мудрецы сказали, пусть сделает Аллах знание полезным для нас и для вас, да не сделает Аллах вашим уделом от знаний лишь слушаний и удивлений. Да, пусть каждое, кто слушает сейчас или кто будет дальше слушать, чтобы это тоже не было просто ну да, да, хорошо, или о, вот это да, там, поудивлялись, послушали и разошлись. Никакой пользы по сути не приняли, кроме как радио, такое радиовещание, послушали и ну как бы никакого влияния полезного не нет. Хорошо, на этом начало мы закончим сегодняшний с вами урок и продолжим на следующий раз Далее, барака в кукны Субханакалаху и хамдик Ашадула Лаха Лаха ла ла астагбирку и étaient б permite и саламу алейкум и архоматоллахи брахатулхи и архоматоллахи и архоматоллхи и архоматоллахи И архоматоллаху и архоматоллахи Продолжение следует...